Во всей стране паломнов, в шестнике митингов, больше и больше становится молодежи. Правильно вы говорите. Будущее страны за молодым поколением. И они на всех митингах кожу лозу выбросили и проспросят вас поддержать. Ленин, герой, Едренева, доложь. Давай поддержим. Ленин, герой, Едренева, доложь. Ленин, герой, Едренева, доложь. Ленин, герой, Едренева, доложь. А сейчас слово представляет нас лидеру фонтовола города Москвы, Мамуковскому Владимиру Владимировичу. Уважаемые москвичи и гости-столицы, уважаемые друзья, дорогие товарищи. Сегодня, в эту ненастую погоду, мы с вами вышли сюда, чтобы защитить завоевание Великой Октябрьской социалистической революции от тех негодяев, которые уничтожили советскую державу и сейчас пытаются до конца уничтожить руины того советского былого прошлого, на котором до сих пор держится современная молодая Россия. Эти люди, которые заседают в Кремле и в правительстве, поставили перед собой задачу не только уничтожить наследие великой советской эпохи, но и уничтожить великий советский и русский народ. Их надо отправить в отставку и придать уголовной ответственности. Давай правительство, давай Медведева, давай Путина, давай всю эту шаву, которая засела на высшую олимпийской стабильной власти и сейчас руководит нашими судьбами. Дорогие друзья, в образовательной системе, так же как и в медицине, так же как и в обороне, сейчас находятся очень злые враги как советского наследия, так и современного народа. Они поставили перед собой задачу уничтожить, и первое, с чего они начали, это со школы. Сейчас они взялись за вузы, и вот этим летом они уничтожили Российскую Академию Наук. А что останется дальше, они не задумываются. Мы должны сделать следующий шаг. Учитывая сложность этой обстановки, мы должны сплотиться вокруг единственной силы, которая способна и должна взять на себя ответственность власти и вывести страну из-за того же значайшего кризиса. Этой силой является Коммунистическая партия Российской Федерации, и все наши сторонники, дорогие друзья, ходят и на нашей улице в праздник. Наше дело правое, победа уйдет за нами. Ура! Я слышу, как здесь, на площади, прекрасная вода. Каждый, кто честен, стань с нами вместе. Давайте скажем, и себе, и всей России. Каждый, кто честен, стань с нами вместе. Каждый, но честен, встань с нами вместе! Каждый, но честен, встань с нами вместе! А сейчас слово представляется водителю ГУБ МОЗ «Водосток» Суслину Александру Политвиновичу. Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует водитель ГУБ МОЗ «Водосток». Я 40 лет работал водителем, 6 раз был на уборечке, снабжая грони Советский Союз. И все население, зерно, в настоящее время, 20 лет я обработал водителем в Советское время, когда нас уважали, седили, закраждали. В настоящий момент, вот я уже 20 лет работаю, даже в водителе, нас постоянно угнетает, унижает, старается превратить нас в битву, в бесправный путь. И поэтому, что это правильно, работающий у нас должен объединяться. И быть в постоянном режиме, не давать победу и товарищам. Я 4 года работал в автоколонии. Несмотря на это, в минократном давлении, там не объединяется. Я в автоколонии сдуваю, с дорогой, что мы стоим товарищами. Я не уверен.